Мы говорили о фарисеях. Фарисейское движение было очень хорошим движением. Но как и остальные движения, многие из движений, они начинают очень хорошо, и потом меняются. Они имеют хорошие идеи, и затем коррупция просачивается. И это мы видели во всей истории. Здесь в Украине вы видели это с коммунизмом. Очень хорошие идеи. Справедливость, равенство. Также борьба с расизмом. Помню, первый раз, когда я был в России, там постеры были большие. Черные, белые, 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 белые. Черные, белые люди, желтые люди, блондины с голубыми глазами. И равенство, и отсутствие расизма. И равенство среди сотрудников. Но превратилось все в ферму Джорджа Орвэлла. Что касается того ферма? Есть такой фильм, Ферма называется. Знаете Джорджа Орвэлла? Да. Так что это превратилось, что произошло с христианством. Оно началось очень замечательно. И на протяжении 300 лет было такое живое движение, энергичное. Затем Константин взял христианство, превратил в политику. Тоже произошло с фарисеями. Первоначально это было замечательное движение. Но к началу первого века до нашей эры. Не все стали лицемерами в фарисейском движении. Но лицемеров было достаточно. И то же самое можно сказать о христианстве. И даже с движением Духа Святого. Оно началось очень свежо. И было пробуждение в христианстве. Но в наши дни, в большинстве случаев, чем более известные пасторы, чем более известные они, тем больше трудности у них в том, чтобы быть целостными в характере. Некоторые из таких вещей произошли с современным иудаизмом. Поэтому Павел очень гордится тем, что он фарисей. И он говорит в Диане, в том тексте, что мы прочли. Он говорит, «Я фарисей». То же самое он говорит и в другом матрифке. «Я фарисей». Не только фарисей, я фарисей из фарисеев. То есть суперфарисей. Или «Я еврей, иудеянин». «Я ревнитель о Торе». «Я живу ревностной жизнью по Богу» или «Боге больше, чем кто-либо из вас». Это в третьем стихе. «Я еврей». «Но я не могу сказать так, как сказал Павел». «Я не могу сказать, что я живу жизнью и соблюдаю всю Тору». Потому что иногда в современной жизни, в современном путешествии, в современном путешествии, я должен делать вещи, которые не соответствуют в том, как говорит Тора. Но Павел говорит и обращается к евреям в Иерусалиме. И он говорит, «Я ревнитель по Торе, по Богу». Если бы он лгал, тогда остальные люди, которые знали его в Иерусалиме, могли бы сказать, «Да ты лжешь». Потому что они бы сказали, «Да мы видели, ты ел раков и креветки, когда ты был на Мальте, или в Риме, или в Греции». Но они так не говорили, потому что он говорил истину. Поэтому это одна из его визитных карточек. Давайте еще вторую визитную карточку рассмотрим. В Филиппийце, 3 глава. Потому что эти визитные карточки важны, чтобы понять личность Павла и также понять, кто были его оппоненты. Потому что, если мы не понимаем, кто он говорит, к кому он обращается, и кто его оппоненты, тогда будет трудно понять, о чем он говорит. Тогда будет трудно понять, о чем он говорит. И получится только одна сторона этого телефонного разговора. То есть, вы понимаете эту сторону? Если у нас будет только одна сторона, а сторона Павла, мы не знаем, о чем его оппоненты говорили, противники. Но когда вы слышите с одной стороны телефонной линии, и вы знаете человека, с кем он говорит, то иногда вы можете как бы расслышать голос и понять, кто же там на другой стороне линии находится. Вы можете как в зеркале отражение увидеть и услышать, что говорит вторая сторона. Итак, мы начнем с 3 глава. Начнем с 1 по 8 стихи. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы служащие Богу Духом и хваляющие Христом Иисуса. И не плоть надеющаяся. Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, евреев от евреев по учению фарисеев. По ревности гоните Церкви Божией, по правде законы непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Ишоа я почел читаю, да и все почитаю, читаю, ради превосходства познания Ишоа. Господа моего, для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Ишоа. Очень интересный текст. Я не знаю, кто из вас или сколько из вас хотят работать, служить с еврейским народом, и служить в еврейском евангелизме. Когда МГБИ начался, то он начался с идеей, что будет обучать евреев и неевреев еврейскому евангелизму. Еврейский евангелизм очень трудный, но это единственный евангелизм в мире, который гарантируется 100% успех. Но это единственный евангелизм в мире, которому гарантируется 100% успех. Почему? Потому что Библия часто дает обещание, что весь Израиль спасется. Как обещано в пророках, и также апостолам Павлом в послании римлянам. И также обещано апостолам Иоанном в Откровении. Поэтому, если вы занимаетесь узбекским евангелизмом, это замечательно, чудесно, но в Писании нет обетования, обещание, что все узбеки спасутся. Но есть обещание, что весь Израиль спасется. Поэтому еврейский евангелизм очень и очень важен. Но для того, чтобы заниматься еврейским евангелизмом, очень важно понимать, особенно апостола Павла. Потому что у большинства евреев никаких проблем не возникает с Евангелиями. А проблема возникает с апостолом Павлом. Это проблема была еще и тогда, во времена апостолов. И на первой лекции мы начали говорить со слов Петра, что Петр говорил о Павле и что другие люди говорили о Павле по словам Петра. И я предположил, что большинство людей неправильно понимают Павла, потому что они не понимают, откуда он родом, откуда его происхождение, кто он такой. Будет очень трудно понять Пушкина. Если американец читает Пушкина, то они думают, что порнографию читают. Потому что Пушкин иногда пишет такие вещи, что больше смахивает на порнографию, а не на искусство. Большая разница, не так ли? Поэтому нужно понимать Павла. Первое, что мы видим, у него очень сильные были противники внутри церкви. Не каждый в церкви говорил, «Аллилуйя, слава Богу за Павла». Большинство из его посланий были адресованы к противникам веры. У него были враги. И эти враги внутри церкви нападали на него очень сильно. И в этих утверждениях он атакует своих врагов. И называет их собаки, псы. Псов. Берегите с псов. Как они называли их в русском? Псы? Пёс. Пёс. Не комплимент. Да. Не комплимент назвать кого-то пёс. И иногда даже легче тренировать собак, работать с собаками, чем с людьми. Да. Легче тренировать собаку, чем обучить человеческое создание. И если вы кормите собаку, он вас никогда не укусит. Но если вы кормите человека, они точно вас укусят. Это из моего опыта, не только моего. Поэтому он называл их псами. И второе, как он называет их, это злые делами. Злые делатели. Злые делатели. И еще. Что за следующий? Второй. После. После. Злые делатели. Ивилдорцы. Ивилдорцы. Нет. Ивилдорцы. 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 Берегитесь злых делателей. Берегитесь обрезания. Ага. Обрезание. Here it's a very mild word. Слово обрезание здесь очень такое нежное, очень мягкое. The Greek word is mutilators of the flesh. What is mutilator? To mutilate means to chop off. Ага. Получается на греческом, значит, те, которые отрезают. Члены вредителей. Хорошо. Берегитесь членов вредителей. That's probably closer to the translation. So it's very strong words. I imagine that Paul was not speaking like a pastor. Most pastors, when they stand in the pulpit, even if they have enemies, they will smile. And say, God loves the enemies. Yeah? God bless my enemies. And in his mind he says, may they all go to hell. But Paul is not a pastor. He's a Jewish rabbi. He said, these dogs, evil doers, mutilators of the flesh, yeah? So, the first point in this text, Paul has very serious enemies, and he seriously attacks his enemies. in a public letter, in writing, he's sending this letter to the church in Philippi, they can get the letter, and they can publish it in the newspaper, and say, look what Paul is saying. And they say, look what Paul is saying. look what Paul is saying. It was war inside the church, between people that claimed to be Christians, between people, who are Christians, and Paul calls them dogs, mutilated of the flesh, and evil doers. And then, in verse 3, he says, we are the circumcision. He says, we are the circumcision. We are those who work, serve God in the spirit. We are the ones that glory in the Messiah. We are the ones that don't glory in the flesh. So, who are the people that Paul is addressing? It's very important for us to understand this, in order to understand Paul. They are believers. Are they Jews or are they non-Jews? Are they Jews or are they non-Jews? Right? Jews. They are believers. They are believers. They are believers. The traditional interpretation of the church in most of the commentaries. in most of the commentaries, they are believers. They say, they are Jews. Why? Why? Why are they Jews? Why are they Jews? Because they are Jews. Because they are Jews. Ah! Jews never say about the Jews. They are 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 Jews. Вы никогда не услышите еврея, говорящего о своем обрезании или чем-либо. Все, что евреи говорят об обрезании, потому что евреи никогда не принимают решение быть обрезанным. Их обрезают в восьмой день. Вы понимаете? И нормальный еврей при нормальных обстоятельствах его обрезают, когда он еще ребенок. Никто его не спрашивает, хочешь ли ты или не хочешь. Они его обрезают, дают немного вина, и все. Он не выбирает быть евреем. Он не решает быть обрезанным. И если я еврей, и меня обрезали на восьмой день, и я спорю с другим евреем, и говорю ему, я был обрезан на восьмой день. А что он мне скажет? Ну и что? Я тоже был обрезан на восьмой день. Да? Нет никакого спора между евреями в отношении обрезания. потому что каждого нормального еврея обрезают на восьмой день. Только русские евреи, которые жили в период коммунизма, и боялись действий коммунистов, скрывали свое еврейство. Да? Лавин became жемчужником. Они также меняли свои фамилии. Лавин стал жемчужником. Да? А Мордехай стал Миттия. А Мордехай назвали Миттий. Да? А Борис был Барух. А Борух стал Борисом. Да? Они были свою еврея и не обрезали своих детей. Я знал одного человека из МГБИ отсюда. Который был здесь студентом. Его зовут Юра. И он из Тбилиси. И он и его мать сверла, его мать сверла что она еврейна. И она уничтожила все свои документы. Она еврейна, но она уничтожила все документы. Получается, его мать, она еврейка, но она все свои документы уничтожила. Для того, чтобы получить работу городского архитектора в Тбилиси. Ей пришлось скрыть свое еврейство. И теперь они хотят снова восстановить еврейство, доказательство. Было очень трудно сделать без документов. Потому что они изменили свои имена. Сожгли все свои документы еврейские. так же Юру не обрезали. Поэтому он все еще живет в России, в Москве сейчас. И все еще не совершил Алию, потому что нет у него документов. Поэтому нормальные евреи обрезывают его на восьмой день. Единственные люди, которых не обрезывают на восьмой день, это либо те которые прятали свое еврейство, как в России, либо язычник, на который хочет обратиться в еврейство. Которые обрезаются уже в взрослом возрасте по выбору, своему выбору. И поэтому поймите, когда Павел говорит своим оппонентам, обрезанный на восьмой день автоматически Это означает, что аргумент заканчивается никакого спора. Он говорит, тот обрезанный восьмой день, этот обрезанный восьмой день. Зачем спорить? Также заметьте, что происходит перемена в местоимениях. Там было вы и потом мы. Вы и мы. И когда вы читаете любую книгу, или газету, местоимения очень важны. Мое, мое, твое, твое очень важная разница. Да? Да. Но христиан обучили не обращать внимание на местоимения. Классический пример — это во всех посланиях Павла. Кто — это вы? Вы. Всегда. Без исключения. Вы — это язычники. Всегда. Всегда. А кто — мы? Большинство случаев. Где-то в 98% случаев во всех посланиях Павла. Мы — это еврейские верующие. Иногда. Очень редко бывает. Это 2%. Мы относимся коллективно ко всем верующим. Но 98% — это еврейские верующие. И мы возвращаемся к посланиям филиппийцам. И мы возвращаемся к посланиям филиппийцам. Но хочу показать вам это, потому что это очень важно. Откройте «Ефесянам». И два стиха прочтите. Откройте «Ефесянам» 1 глава 12.13 «Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа в Нем, и вы, услышавшие Слово Истины, благовествование на вашего спасения и уверовавшие в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Поэтому в 12 стихе «мы», «нам», а в 13 стихе «и вы» тоже. Очень ясно. Происходит перемена как «мы» и потом «вы». изменение подлежащего. И, другими словами, не каждый текст нацелен или адресован каждому. Некоторые тексты говорят о нас, и некоторые тексты говорят о вас. Это ясно? И если это так, то с 3 стиха 1 главы до 12 стиха здесь говорится только о нас, где говорится «мы были избраны». Предопределены. Здесь не говорится о всей церкви. Он говорит только о еврейских верующих, об Израиле. Когда он говорит о вас, он говорит не о всей церкви. Он говорит о нееврейских верующих внутри церкви. Откуда же мы знаем, что вы, обращение «вы» к вам в посланиях Павла всегда говорит о нееврейских верующих? Потому что он говорит в других стихах, в многих стихах. И очень ясное место такое. Чаптор 2 очень ясная глава, вторая глава, с самого начала. Первый стих так начинается. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы никогда жили по обычаю мира сего». И в следующем стихе, в третьем стихе, «И мы тоже жили некогда по нашим плотским похотям». Да? Поэтому есть «вы» и есть «мы». Стихи 11 и 12. Там еще больше ясно. «Вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными». «Вы язычники». То есть, в другом стихе, «вы», он говорит о язычниках, которые были необрезанными. Те, кто обрезан, есть евреи. 12 стих. «В то время, в прошлом, вы были отчуждены от Мессии. Вы были чуждыми обществу Израильскому. Чуждых заветов». Сколько заветов? Сколько заветов в русском? Один? Что говорится? «Много заветов». Да. «Вы были чуждыми всем заветам». «Синайскому завету». «Вы были чужды ему». «Также завету Христа, новому завету». «Вы были чужды ему». «Также Абрамову завету». «Ему вы тоже были чужды». «Но теперь также вы были без надежды и даже без Бога в этом мире, безбожники. Это было состояние язычников. И даже до нашего времени это состояние язычников. Есть ли язычники, рожденные свыше и наполненные Духом Святым в церкви? Нет. Нет язычников в церкви. Потому что что говорится в 11 стихе? В каком времени тут говорится? В прошлом времени. В прошедшем времени. В прошлое время. В прошлом вы были без Бога. В прошлом у вас не было надежды. В прошлом были очуждены общества израильского. В прошлом у вас не было никаких заветов. Но в 13 стихе говорится, «А теперь во Христе вы, в смысле язычники, были далеко, а теперь стали близки». То, чего у вас не было раньше, теперь в Иешуа у вас есть все это. Да? Через кровь Иешуа все есть это. Есть Бог. Есть заветы. Есть надежда. Надежда вечной жизни. Также вы стали причастны обществу израильскому. И больше вы не язычники. Теперь вы сограждане того же самого города. Также это заканчивается. Вы созидаемы на основании пророков и апостолов. Утверждены на основании апостолов и пророков. Поэтому очень важно понимать, вы и мы. Если мы возвращаемся к филиппийцам, мы обрезания служащие Богу Духом. Я плохой. Я плохой, потому что я не уважаю многие традиции. Я не так сильно уважаю еврейские традиции. И я так сильно не уважаю христианские традиции. Я делаю то, что вижу. И многие люди думают, но они являются членами пенсионической церкви. И все они ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба вместе. И все, что приходит из баб, не всегда такое хорошее. И они думают, что они духовные. И гитарист дает им сигнал. И все они начинают молиться языками. Гитара останавливается. И Дух Святой получает сигнал остановить языки. Вот как это бывает. Даже в Украине. Более-менее. И они думают, пенсионские харизматы, о, мы духовные. И евреи, хасидские евреи, они не духовные. Павел говорит здесь что-то очень другое. Он говорит, мы, евреи, мы обрезанные которые. Мы служащие Богу Духом. Служащие Богу Духом. Мы служим Богу в Духе, в Иешуа Машехе. И мы не надеемся на плоть. Очень важное утверждение. Для того, чтобы понять Павла, нужно понять, кто он такой, откуда он пришел, откуда он родом. Например, мы не надеемся на плоть. А евреи учат, что нельзя доверять никому. Ни один человек не достоин вашего доверия. Не доверяйте вашему отцу. И не доверяйте, либо не надейтесь на мать. Не доверяйте мне. Не доверяйте своим учителям. Не надейтесь на вашего президента. Или боже на премьер-министра. Библия это очень ясно говорит. Вы верите мне? Хотите знать, где это сказано в Библии? Где об этом сказано? В многих местах. Например, мы возвратимся к филипийцам, откройте Иеремия. 17 глава. Не надейтесь на меня. Потому что я сказал вам, что дам время для вопросов и ответов, но я забыла об этом. Но сразу после этого отрывка я дам вам шанс. Хорошо? Стихи с 5 по 9 прочитайте. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах, знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено, кто узнает его. Окей, so you see, the prophet Jeremiah says, cursed is the man who trusts at the men. Blessed is the man who puts his trust in the Lord Almighty. And don't even trust your own heart. Because your heart, like my heart, like everybody's heart, is more crooked than any other part of your body. your heart may tell you, oh, I am a Jew from the tribe of Levi, the high priest. Возможно, ваше сердце говорит вам, oh, я еврей из колена Levi, первых священников. But your mother told you, you stupid Cossack, shut up. А ваша мама говорит, а ты тупой Cossack, заткнись. Don't trust your heart. Не надейте на свое сердце. Yeah. But this is not the only place. If you open Psalm 118, it says, it's better to trust in God than to trust in men. I think it's verse 2 or 3. Yeah. It's better to trust in God to even trust in the Americans. And I can give you more texts. So Paul says in Philippians, we don't trust in the flesh. Not even our own flesh. We trust in God. We don't trust ourselves. Мы сами себе не доверяем и не надеемся на себя самих. I mean, even my wife doesn't trust me. Даже моя жена не надеется на меня. They say, and the people in my office don't trust me. If some woman comes for counseling, and if she's any younger than 80 years old, then they want me to leave the door of my office open. and not to be alone with the woman with a closed door in my office. And every orthodox Jewish rabbi will do the same. because we don't trust in our own flesh. Because we don't trust in our own flesh. Because the flesh is crooked. It falls into temptation. And when Paul says, we the circumcision, we the Jews, we worship God in the spirit. and we don't trust our own flesh. He's talking not only about himself. He talks about we in the plural. all right, now I'm opening up for questions, but we're not finished with this text. I know we're spending a lot of time on this introduction of Paul. Two hours. We're not finished. Because if you know who Paul is, you will be able to understand all of his letters. I'm giving you keys to understand. With these keys you can read for yourself and understand from now on. Yes. Yeah. He's talking about all Israel. The text itself says all Israel. And this text is not a revelation from God. It is a revelation from the whole Bible. Starts from the Torah and all through the prophets. take a concordance and you look at the concordance and see the word salvation and Israel. You would be surprised how many times the prophet says that all Israel will be saved. sometimes in a little bit different words but God says I will save all of you. And so it's talking about the nation. we have in the evangelical charismatic movement we have only an individual orientation we talk about my salvation as an individual we don't even talk about salvation of the family but the new testament talks about my salvation and his whole household was saved and we talk about national salvation Israel will be saved nations will be saved and you know the western orientation of the individual is only half the truth because God came to save the world not only the individuals it's very important for me to be saved as an individual but it's also important to understand that God deals with bigger units than the individual and we see that also in the context of the book of Revelation at the end that nations will be there represented and in the end times period nations will come to Jerusalem to celebrate the feast of Sukkot and if they don't come if the representative of this nation don't come to Jerusalem the nation will not have rain the nation will not have rain the nation will not have rain because we have a very western orientation because we have a very western orientation yes 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 now under our circumstances in our historical setting period like in the setting of the 8th century BC prophets like Isaiah Jeremiah there is a remnant because the remnant is the faithful of God but there will be much more than a remnant nations will receive God and will be changed saved one more question then we'll take a break yes he says why he did it because his mother was Jewish and for the sake of the Jews what does it mean for the sake of the Jews because if his mother was Jewish he was Jewish but if he was not circumcised he is not recognized as a Jew so he cannot minister to the Jews in an effective way if he is not recognized as a Jew that was true then I am not sure that today the same circumstances exist because there are other requirements for non-Jews because there are other requirements to not-Jews today the non-Jews according to Paul have a bigger responsibility in the salvation of Israel than the Jews have most messianic Jews were introduced to Jesus through the witness of non-Jews that's true for almost all the leaders of the messianic Jewish movement that's true for almost all the leaders of the messianic Jewish movement non-Jews brought more Jews to the Lord in our time than the messianic Jews did it's true in Israel it's true in Israel we will come to this conclusion the next session we will come to the next session